На самом деле, доказательств на делу и отношениях к обвинению, я уже не знаю, что это было. Теперь мне хотелось бы обратиться ко всем моим близким и всем, кто пришел в сроки меня передвигать. Огромное всем спасибо за оказыванную поддержку и спасибо моим защитникам за хорошо проделанную работу. Но это еще не все. Кто знает, чем рада отвечает за данный истин? Да, как и все стоят, а истинно, 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 истинно. Сожалею ли я об этом и сейчас? Нет. Я все сделал правильно, я хотел по-прочему, и я не верю, как надо было это делать. А может ли я сожалеть об этом потом, в том случае, если проиграем ли я, тоже нет. И даже если я проиграю это дело, все равно, при эсоцирительской симпатии, я уже выиграл. А устроен, потом и к тому же. Спасибо. Так и хочется аплодировать. Вот и подошел конструктор процесс по данному новому году. Через 10 будет уже 2 года, когда мы находимся в лесах решения свободы. Это был тяжелый путь как для нас, так и для нашей коротины. Прежде всего для наших коротины. Однако, в счастье, в нашем обществе есть неравнодушные люди, которые поддержали нас в наших лицах. Я, как и остальные огнями, очень много глядя на всем тем, кто приходил в Москву, писал письма, поддерживал нас, освещал наше дело. Как всем тем, кто помогал нашим родным делам, поддерживал добрые слова. Также хочу поблагодарить защиту, которые принимают участие в нашей защите. Смитарь и форексирую, всем, кто помогут, брату и скажу, что страна защиты сделала все, что было должно. Теперь пусть будет то, что будет. Нет уверенности в том, что ребята оправдают. Судя по тому, как еще в процессе следствия не принимались хододайства защиты, не принимались какие-то экспертизы, не принималось ничего. Все то же самое мы видели в процессе судебного следствия. Судебное следствие просто отказывалось принимать экспертизы, допрашивать экспертов, допрашивать свидетелей, заявленных защитой. Просто шло в отказ. То есть они снимали вопросы, которые ставила защита, но в то же время ни один из вопросов прокурора не был снят. Ни одно из хододайства прокурора не было отменено, не было непринято. И практически 95% хододайства защиты не было принято в рассмотрении. Вот и все. Надежда, и последний вопрос хотелось спросить. Как вы оцениваете вот компанию последних дней, которую, может, все-таки она как-то повлияет на суд? Вы знаете, это, наверное, единственная последняя надежда, которая у нас осталась, да, потому что правосудие. Мы не видим какого-то справедливого суда. Мы не видим. И судя по делам, которые прошли в Москве, и по той огласке, которую Москва помогло нескольким ребятам вообще уйти полностью. Их освободили за сроком состава. Кому-то просто снизили безумные вот эти сроки, но там эти сроки снижены были, потому что, ну, если бы отменили у Павла Устинова срок полностью, надо было бы посадить прокурора, следователя и всех остальных, чтобы в них не обвинять. Уже в зал запуска. За них просто нам просто оставили, может, этот срок был удобно. Так. Я думаю, что можно рассчитывать на смягчение приговора. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Как мне? Да. Ну, мне, конечно, очень хотелось, чтобы те сотрудники правоохранительных органов, которые принимали участие в допросе наших детей, чтобы они понесли наказание за содеянное, за избиение и запутки. Этого нельзя сказать.